здарова мои дорогие друзья и подписчики обжоры и все кто знает и смотрит меня что я хочу сказать сегодня утром кто-то зашел на мой канал у меня есть на моем канале видео которое называется имеем ли мы право делать замечание незнакомым людям и под этим видео кто-то в комментариях оставил свой комментарий и написал написал там я в том видео призывал всех никому не делать замечания никогда один там оставил комментарий короче под этим видео под моим что ну правильно если кто-то у меня под дверь у нас рёт там или нас сыт не надо делать ему замечание никакого а наоборот выйти дать ему туалетную бумагу ребята у вас своя должна быть башка делать вам замечание или не делать я вам дал умный грамотный совет что ни в коем случае не надо делать тем более незнакомым людям замечание почему не делать а потому что с одной стороны конечно вроде как надо бы и сделать до замечание вроде как под твоей дверью кто-то стоит и сыт в подъезде или там срьет но с другой стороны а вдруг он окажется какой-то преступник или там еще кто-то и вас просто он париши париши ты все ребята и я вам хочу что сказать я знаю такой случай этот случай был как говорится показан по телевизору в средствах массовой информации о нем об этом случае многие знают значит что было батюшка не помню в каком городе батюшка в своем подъезде в своем доме утром там или вечером не важно там я не знаю то ли он шел с работы то ли наоборот шоу на работу это тоже не важно в принципе шоу короче он в своем подъезде спустился он там на первый этаж ему надо было выйти на улицу и он видит около почтовых ящиков кто-то стоит то ли сырёт то ли сыт в его подъезде а дальше что батюшка естественно сделал кто ссал там или срал замечание он сделал замечание так ты что тут мол делаешь ты чё тут гадишь ты чё тут ссышь как тебе не стыдно и знаете что в итоге батюшка получил тот кто там нарушал кто ссал или срал он взял этого батюшку и застрелил подчеркиваю он его взял и застрелил застрелил короче батюшку ребята вот какой вам я привел факт это истина поэтому трудно сказать надо ли в наше время делать людям замечание даже не людям они людям или не надо с одной стороны конечно вроде как надо а с другой стороны это игра ребята эта игра в русскую рулетку знаете даже русская рулетка игра с простым пистолетом в эту игру не сыграете там с макаровым там или там сосой там или там я не знаю но не буду там именно в эту игру играют в основном с револьвером пистолет есть так но револьвер называется револьвер с барабаном вот играют в русскую рулетку поэтому что я хочу сказать ваши замечания это игра в русскую рулетку может быть вот вы кому-то вот вы например выходите утром из своей квартиры а кто-то там на лестничной клетке там сорет или сыт неподалеку от вашей двери и вы сделаете замечание с одной стороны правильно что вы сделаете замечание вы понимаете это самое может быть вам повезет как говорится он испугается убежит а с другой стороны кто знает я еще раз подчеркиваю что эта игра в русскую рулетку вы сделаете ему замечание как вот батюшка сделал конечно он был прав батюшка прав он был я его поддерживаю а тот кто ссал там или срал в подъезде он взял его и повешил он его застрелил или там а вас там зарежут или задушат или забьют короче вы понимаете что эта игра в русскую рулетку конечно надо в какой-то степени делать замечание ну хер его знает вы сделаете замечание а она кажется для вас сороковым ребята и вас просто уничтожат как таракана раздавит поэтому все таки не делайте замечание все равно это как говорится его не воспитаешь кто это делает им не 10 лет там не 5 которому и да даже десятилетнему это но не десятилетним 15 летим это опасно делать замечание они как право с ножами ходят вы выйдете сделать замечание а он вас возьмет и порешит вот и все поэтому конечно лучше не делай замечание пусть милиция наша доблестная полиция этим занимается а они как правило не занимаются этим они другим занимаются у них есть дела поважнее и что касается курильщиков что толку делать замечанием что толку милиция не в силах и японский бог как говорится это самое а вы будете делать замечание новые дураки потому что вы больные ну что толку вот я сейчас иду я вот вчера на на остановке стоял на троллейбусный на автобусный на трамвайный ждал автобус как говорится мужик там стал курил что толку ему сделал замечание мне четвертый десяток а этому мужику там седьмой десяток или там шестой да он просто плюнет меня в рожду и все но не по никто не послушает но такие люди они такие свиньи просто терпеть надо уйти и все бесполезно ребята бесполезно поэтому чау 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 чау